Здравствуйте, дорогие друзья. Четверг. Знаете, опять вот эти недельные главы про болезни. Для чего это все нам рассказывают? Сейчас даже болезней этих нет. И объясняют нам мудрецы, что если бы это нас не касалось сегодня, то мы бы вообще этим вопросом не занимались. Вопрос немножко в другом. Была болезнь, эта болезнь имела духовные корни. Это было понятно, потому что она поражала не только тела людей, но и одежду, и дома. Что нам хотят донести этим сегодня? Что на небе все видят, все учитывают и все записываются. Из того, что написано в Торе про эту болезнь, мы как раз и должны были усвоить важнейшую мысль. Наш мир небесхозный и наши поступки, и то поступаем ли мы по воле неба или нет, непосредственно влияют на физическую природу этого мира. Происхождение всех проблем и недугов таково, написано мудрецов, что для поиска и устранения их причин нужно обращаться скорее к духовности, а потом к врачу. В трактате Псахим рассказывается поступки царя Хискияу, который спрятал книгу из лечения. Была книга, в которой любой человек, если у него что-то болит, мог прийти посмотреть, и там написано там настойка боярышника от этого. И все. Почему спрятал и почему мудрецы и поощряют его? Дело в том, что люди, заболев, вместо того, чтобы сначала обращаться к Всевышнему и сделать шуру раскаяния, искали исцеление в этой книге. Ведь есть тот факт написан, что Творец посылает болезни только для одного, чтобы указать людям на их духовные недостатки, а он игнорировался. Люди видели только физическую составляющую, саму болезнь, не пытаясь исправить ее духовные корни, которые к ней привели вообще. В наши дни это не менее актуально, чем в дни царя Хискияку. Надо, чтобы люди сначала обращались к Всевышнему. Вообще, есть большой спор между нашими великими мудрецами, в котором усчитывается в основном мнение Рамбана, который, в чем смысл болезни, говорят они. Болезнь это прежде всего сигнал. Свыше для нашего духовного исправления посылается нам сигнал. Что делает человек вместо этого? Заказывает очередь к врачу. Это правильно, но врач не способен исцелить духовную причину заболевания. А это настоящая причина. И в этом был смысл поступка царя Хискияку. Если человек заболел, он должен сначала сделать рассказ. Он должен сесть и подумать, что меня приводит, что мне надо. Надо больше учить духовных книг, больше давать сдаку на благодеяние. Но не полагаться полностью на врачей и лекарства. Да, они лечат, но не полагаться. Написано у Хафицхайма, когда кто-то заболевал, я сам один выдающийся мудрец, он удалялся в отдельную комнату и просил исцеления у Творца, причем на Идышин, своими словами. Это было искреннее обращение к Богу. Он с ним просто разговаривал и просил. А кроме того, он покупал, как его сын говорит, хлеб, пуд хлеба и раздавал бедным, понимая, что надо в этот момент именно эти вещи делать. Помните правильно, речь не идет о том, что, не дай Бог, не ходили к врачу. Более того, если происходит что-то, надо бежать к лучшему врачу. Здесь речь идет о другом, о правильном восприятии болезни. Какая наша первая реакция? Нужно взять таблетку и позвонить врачу. Или сделать укол, в крайнем случае. А тут надо о другом. Это знак, что надо срочно менять что-то, исправлять свои поступки. Мы должны знать, что у мира есть хозяин, и то, что происходит, это его воля. Если с нами происходит что-то, не дай Бог, плохое, это прежде всего указывает на то, что нам нужно обратиться к себе, к своим духовным качествам, к поступкам, а не автоматически принять таблетку и успокоиться. И головная боль пройдет, и все станет хорошо. Наши духовные поступки влияют на физическую природу мира. Болезни тела не раздельны с болезнью души. Написано так у древних. Недуг – это возможность отвлечься, наоборот, от мирских забот, осмыслить свою жизнь, подумать о Боге, о спасении души. Так написано у древних. Кстати, есть люди, которые быстро понимают духовную подоплеку происходящего. Их всегда, они понимают, что-то они стараются, раскаются, что-то сделать. В нашем мире написали мудрецы даже легкое недомогание, уже причина задуматься о своей душе. Потому что, не дай Бог, это недомогание, но проблем серьезных, путь недолгий, надо в этом пути быстро останавливать его. Рамхаль писал, Если человек не замечает, что ему посылаются свыше, Всевышний посылает ему еще более тяжелые проблемы. И в какой-то момент стрелы Всевышнего пробивают вот этот щит человека, а у него не будет выхода все равно. Если человек начинает высмеивать болезнь, воспринимая ее по настоящей причине, ему будут уготованы более сложные испытания. Поэтому написано, наши болезни и все неприятности являются результатами духовных эпидемий и вирусов, которыми поражено наше поколение. И чем скорее мы обращаемся к правильному лечению, к полноценной жизни, по инструкции Творца, по Торе, по верному восприятию его воли, тем быстрее приходит избавление от всех мезгон. Кстати, Хазон Иш писал, что в каждом поколении Всевышний приводит болезнь, которая медицина бессильна, чтобы показать, как врачи, так и болезни, что посланники не только Творца, а ключ от всех исцелений только в его руках. Очень короткое масло. Один человек заболел, его необходимо было прооперировать. Операцию сделали за границей, лучшие специалисты, все прошло благополучно. Человек выздоровел, приехал домой, устроил в ресторане благодарственный ужин по поводу выздоровления, пригласил близких, родственников, выразил милость Всевышнего, спасибо, там все. Двое друзей сидели за столом, беседовали, смотри, столько денег ему стоило, столько здоровья, столько нервов, пока он выздоровел. И как он благодарит Бога. А мы не заболели и не накрываем стол каждый день. Понимаете? Сказать спасибо после выздоровления, это делают многие, слава Богу. Но выразить благодарность за то, что человек здоров, тут есть маленькая проблема. Давайте, чтобы все были здоровы, чтобы все было хорошо, и все-таки вдумаемся, что все сверху. А здесь уже физический мир. Давайте исправлять, в первую очередь, духовные корни. Прохавы от плохав.